Ночной дозор Ночной дозор – одна из наиболее знаменитых картин голландского художника Рейбранта Харменс ван Рейна. В 1641 году великий мастер получил заказ на создание группового портрета 16 офицеров стрелковой роты Бюргерской милиции Амстердама под командованием капитана Франца Баннинга-Кока. Непосредственным поводом для такого масштабного заказа послужила подготовка города к приезду королевы Франции Марии Медичи. Группа стрелков под руководством своих лидеров, капитана и лейтенанта, выступает из-под величественной арки на мост, перекинутый через один из каналов Амстердама. Развернуто знамя, блещет наконечники пик, гремит барабан. С этим полотном связано немало загадок. Первоначальное название картины – выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга-Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга. И была она несколько большего размера. Когда общество стрелков распалось, картину решили перенести в городскую ратушу. Полотно было огромным, почти 5 на 4 метра. Пришлось картину обрезать. Это было сделано, чтобы пронести ее сквозь дверной проем дворца. Мало кто знает, что подобных дозоров было написано множество. Групповые портреты были традиционным жанром в Голландии 17 века. Но в отличие от работ других художников, которые напоминали современные фотографии собравшихся вместе боевых ветеранов, полотно Реймбранта резко выделялось на этом фоне. В расположении персонажей на картине нет никакого стройного порядка. Некоторые из членов стрелкового общества с трудом могли найти свое лицо где-то на заднем плане картины. Недоволен был даже сам капитан, один из самых влиятельных горожан Амстердама, которого Реймбрант все же расположил, согласно традиции, в центре композиции. Он заявил, что не узнает себя на картине и предложил другому художнику внести изменения. Но отдавая должное мастерству Реймбранта, тот отказался. Объяснение недовольства заказчиков можно найти в книге горячего поклонника Реймбранта французского художника Эжена Фромантена «Старые мастера». Примечательно, что никакого отношения к ночной сцене картина не имеет. После окончания работы полотно поместили в парадном зале стрелкового общества. Там она находилась больше века. Зал отапливался камином и со временем живописный слой картины изрядно закоптился. Окраски померкли. Это обстоятельство и породило распространенное название картины «Ночной дозор». В середине XIX века картину отреставрировали, и зрители наконец смогли увидеть всю первоначальную яркость красок. Одной из самых больших загадок картины считается фигура, разодетая в золотистые шелка девочке, к поясу которой привязан мертвый петух. Ее называли фантасмагорическим видением и считали таинственной, необъяснимой загадкой. Однако символика этого персонажа во времена жизни художника была предельно ясна. Старинное название стрелков в Голландии – Клавенере, от слова «клоу» – коготь. Рембрандт просто нарисовал их известный символ – петушиную лапу с когтями. А военный кубок в руке девочки и желтый, практически золотой цвет ее одежд являются символами победы. Так время порождало легенды. В наши дни знаменитый шедевр Рембрандта можно увидеть, посетив Государственный музей Амстердама.